Привет всем! Посмотрел тут видео Иоганна Себастьяна про ворожбу и меня зацепил момент про почему не стоит есть домашнюю еду, которой делятся женщины или угощают ей. Меня этот момент зацепил, я хочу его развить, хотя немножко в другом ключе, не в том, в каком Иоганн про это говорил. Сейчас я буду агитировать за то, что есть и более серьезные причины не есть домашнюю еду, которую угощают женщины. И почему, по-моему, к этому стоит относиться крайне осторожно. Я выражу свою мысль несколькими разными способами, но все они будут об одном и том же. Это одна и та же мысль, просто выраженная разным языком. Вообще говоря, даже в самом общем случае, когда еда не домашняя, а просто вы делите еду с кем-то, это уже очень серьезный интимный акт, который исторически, культурно люди считали за особенное действие, связанное частично там с магией, да, с религией. И само понятие преломить хлеб, вообще говоря, очень серьезное понятие. Отсюда происходят ритуальные пиры, фестивали и, возможно, даже причастие частично. Потому что съедая что-то с друзьями, с товарищами, разделяя что-то целое на несколько человек, вот таким образом в некоторой степени становитесь с ними общим в чем-то. У вас есть общая частичка. Отсюда же, кстати, лишний раз напомню понятие партии. То есть партии это ритуальная еда, которая происходит перед расставанием надолго или навсегда. То есть люди пьют из одной посуды, едят одну и ту же еду, таким образом как бы приобретают общую частичку, общую на всех. Пусть небольшую, но общую. Так что даже такая мелочь, как празднование дня рождения на работе, когда вы поедаете не приготовленное дома, а то, что заказали по доставке, все равно это имеет большое значение. И даже здесь правильнее было бы подходить осторожно, с кем вы делите эту еду, с кем у вас появляется общая часть. По сути, это религиозное действие, обрядовое. Просто мы в беготне жизни не задумываемся над тем, какой за этим стоит символический смысл и невидимый смысл. То есть смысл, который находится в невидимом мире. Лишний раз напомню, особенно христианам, тем, кто считает себя христианами. Творца видимым же всем и невидимым. То есть существование невидимого мира прямо заявлено. В этом нужно отдавать себе отчет. Но все-таки поинт этого каста о другом. Иоганн пугает тем, что еда может содержать биологические жидкости или частички. Может. И действительно это может быть весьма неприятно. С другой стороны, лично меня, например, биологические частички в еде не пугают. Потому что, ну, во-первых, в любой готовке люди действуют руками. Там они на нее дышат, там и трогают и так далее. Если об этом думать, можно заболеть, как маяковские. Боятся подхватить какую-нибудь бактерию от рукопожатия. Во-вторых, например, секс, особенно когда он доходит до определенного градуса, сопряжен с такими обменными жидкостями, по сравнению с которыми все эти добавки в готовку, в общем, детский сад. Так вот, к делу. Аргумент первый. Доктор Масару Имото. Если вы вдруг о нем слышали, вы, наверное, сразу знаете, о чем я хочу рассказать. Если не слышали, то я вставлю ссылку в углу. Посмотрите, что это за человек. Он не единственный в своем роде. Людей, которые занимаются, ну, в том или ином смысле исследованиями этой области, их много. Просто он один из известных людей. Чем он конкретно знаменит? Он знаменит тем, что фотографировал кристаллы воды, ну, считайте, снежинки, которые образуются после обработки, скажем так, воды, обычной талой воды, некими звуками или мыслями. И на этих микрофотографиях, которые в мире широко распространены, есть книжки с его репродукциями, хорошо видно, что снежинки, мягко говоря, отличаются в зависимости от того, какие слова и с какими выражениями говорили этой воде. Или даже, например, что было написано на банке, где вода была налита. И прежде чем вы засмеетесь, те, кто думает, что это вообще никакого отношения к науке не имеет, я считаю, что вот эта область, где, в общем-то, магия, она, ну, как бы, плавно перетекает в науку. То есть просто мы магией называем то, что наука еще не до конца понимает или не знает до конца, как это работает. Скажем, не знаю, человеку, например, там, тысячу лет назад могло бы показаться, что магнит — это магия. И он мог бы это объяснить каким-то там волшебными свойствами материала. Мы сегодня знаем, что магнит — это магнит. Хотя, вообще-то, понимания, как работает магнит, у нас так и не прибавилось. И тут разные люди излагают очень разные интересные теории. Это я к тому, что то, что древние называли и считали магией, там, волшебством, или назовите как хотите, вполне возможно, просто та часть, которая еще не доисследована. Возьмите ту же, там, телегонию, допустим. Сколько копий про нее сломано? Одни говорят «да, есть», другие говорят «полная чушь». Тем не менее, время от времени кто-то ставит интересные эксперименты. Я, например, читал исследования на русском языке, как кто-то из наших ученых делал опыты на кроликах и нашел, что действительно существует смешение участков ДНК-кодов разных самцов. Это было показано на кроликах. Совсем недавно, как многие из вас слышали, в мозгу женщин постмортом было открыто наличие мужских ДНК. По представлениям современной науки, там есть, по-моему, три или четыре очень серьезных причины, почему этого принципиально не может быть. Тем не менее, факт остается фактом – ДНК найдено. До сих пор, правда, не нашли, чье это было ДНК. ДНК детей мужского пола, которых женщина родила, или кого-то из ее партнеров по жизни. А может, кстати, оказаться, что это и не партнеры, а просто люди, с которыми она много времени рядом проводила. Такое тоже может быть, мы этого не знаем. Наука еще не в курсе дела. Так что в таких вопросах грань между магией и передним краем науки, она, в общем, очень тонкая и не всегда заметна вообще. Так вот, Масару Эмото не только продемонстрировал, что кристаллы различаются, и внешне хорошо видно, что, ну, условно то, что мы называем красотой кристалла, существенно различается между водой, которая была обработана разными словами или мыслями. Он это называет вибрацией. Как я понимаю, он не разделяет речь с мыслями. То есть он и то, и то считает некой вибрацией, которая просто проявляется различным образом. Но он на этом, естественно, не остановился, и пошел исследовать свойства этой воды, которая получилась в результате. А как она влияет на ростки растений, если ее используют для полива? А как она влияет на еду, если на такой воде готовить еду? И там обнаружил разницу тоже, и вы можете догадаться, какую. Он утверждает, верьте или не верьте, что нужным образом обработанная вода обладает лечебными свойствами. А ненужным образом обработанная вода может вредить. А теперь представьте, какой процент воды, если мы говорим только о воде, какой процент воды в организме человека, и какой процент воды в еде, которую мы употребляем и используем во время приготовления. То есть даже если этот эффект ограничивается только лишь водой, то у того, кто готовил еду, в руках огромная власть по воздействию на организм, тех, кто будет употреблять то, что он приготовил. И, собственно, то, с какими мыслями, с какими чувствами он готовил то, что он готовил, имеет важнейшее принципиальное значение для того, как это повлияет на вас, на ваш организм, на вашу жизнь, может быть даже. Можете смеяться, но я в том числе этим объясняю разницу в продолжительности жизни в семьях, даже в тех семьях, которые не разводятся. Я недавно делал каст про то, что я назвал эмоциональным смогом. И там говорилось, в общем-то, только про речь и эмоции. А теперь представьте, что мужчина, живя в такой обстановке, потребляет еду, которая приготовлена с такими мыслями, с таким воззрением на мир, на мужчин и на него конкретно. Кто-то боится, что жена умышленно сокращает жизнь мужчине, просто готовя на, там, пережаренном масле. Можете смеяться, я уверен, что можно справиться и без пережаренного масла, просто думая во время готовки об определенных вещах. Причем опасность и если это делается умышленно, и если не умышленно. И что из этого опаснее, еще большой вопрос. Это я все к тому, что нужно очень хорошо думать, чью еду можно есть, и чью еду есть не стоит. И, к сожалению, это относится в том числе и к еде, приготовленной у вас дома. Даже если готовила ваша мама, ваша жена, там, ваша какая-нибудь родственница. Увы, но вполне возможно, это влияет на ваше здоровье, на вашу продолжительность жизни и вообще на то, как ваша жизнь проходит, в каком настрое и атмосфере. Зная о семейной жизни то, что я о ней сегодня знаю, я бы сказал, что подавляющему большинству мужчин не стоит есть то, что приготовлено у них дома, если только они не приготовили это сами. Так что, к сожалению, имеет смысл под каким-то предлогом, под предлогом раздельного питания, под предлогом какого-нибудь там режима похудения или фитнеса, или там не знаю чего, но под любым предлогом имеет смысл самостоятельно готовить и есть только это. Между прочим, эта логика распространяется не только на готовку. Одежда. Одежда исторически очень плотно связана с магией, как бы это ни называть, оберегами и так далее. Плетение, ткачество, узоры. Все это было и во многом до сих пор является такой женской сферой и обладало всякими защитными функциями, которые женщина как бы распространяла на круг своей семьи. Стирка, иглашка, очень плотно связаны с водой, так что даже только если использовать логику Масару и Мото, то это тоже очень серьезная причина не доверять абы кому. Не потому, что нужно помогать по хозяйству. А совсем по другой причине, гораздо более важной. И между прочим, если в семье растет мальчик у вас, а мама, мягко говоря, не очень хорошо относится к мужчинам в целом, есть серьезная причина, почему нужно и одежду мальчика, и готовку на мальчика взять на себя. По причинам, опять же, не имеющим никакого отношения к разделению домашних обязанностей. Как бы это суеверно не звучало, можете смеяться. Когда я эти вещи понял в свое время, то я мгновенно забрал на себя и свою готовку, и свою одежду, и весь уход за ней. И частично детскую одежду тоже, между прочим. И думаю, что это сыграло свою роль. Но я отвлекся от еды. Тесто и хлеб еще сильнее связаны с внутренним состоянием того, кто занимается ими. И это прямым текстом описано даже в некоторых современных книгах, что, например, как себя ведет тесто, и как оно будет готовиться, и что из него получится, в существенной степени зависит от настроения, с которым его готовит хозяйка. Это повседневная женская магия, которой женщина может влиять на окружающих, как в положительную сторону, так и в отрицательную. Поэтому к выпечке, любой выпечке, нужно относиться еще более настороженно, крайне осторожно. Чем объясняются такие свойства теста, хлеба, я не знаю. И это не имеет никакого значения. Это любопытно, но не избавляет от воздействия. Кто-то думает, что можно перекрестить стол и есть что угодно. Не знаю. Ничего по этому поводу не скажу. Дает ли христианский эгрегор защиту от этих вещей или нет, не знаю. Пункт второй. Клод Левистрос и его закон сырого и приготовленного. Многие из вас про это слышали, но кто не слышал, расскажу на пальцах. Клод Левистрос это антрополог, который всю свою жизнь изучал дикие племена в нетронутых уголках планеты. Племена довольно малочисленные и обладающие своими особенностями, но он занимался тем, что выделял некоторые общие закономерности в том, как устроена их культура, мифология, отношения, внутренние и внешние. Он тот, кто внес понятие структурального анализа, не структурного, а структурального. Он много чего открыл, но, среди прочего, он открыл закон, универсальный закон или можно сказать принцип сырого и приготовленного. Сырое и приготовленное имеется в виду не в буквальном смысле этого слова, это символическое обозначение двух разных сфер в жизни, где происходит добыча и потребление ресурсов, любых ресурсов. В большинстве случаев мужская роль это пойти во внешний мир и конкурировать там за некий ресурс. И пока мужчины его там где-то добывают и соревнуются между собой, оно символически сырое, к нему применима конкуренция, дележ по заслугам, по умениям и так далее. Когда это что-то мужчины приносят в селение и отдают женщинам, ну бывает сначала шаману, но в конечном счете женщинам. Женщины преобразуют это нечто символически сырое в символически готовое, что не всегда включает в себя готовку на огне в обычном смысле этого слова. Иногда это просто сервировка. Скажем, если это фрукты или овощи, они не требуют готовки, термической обработки, они требуют только подачи. Но когда они попали на стол и поданы женщиной, они становятся символически готовыми, приготовленными и подчиняются совсем другим законам. Они, например, больше не делятся по заслугам, по тому, кто лучший охотник, кто лучший добытчик. Они делятся по тому, кому нужнее. Если человек у костра и у стола, значит ему положена часть. Просто потому, что он является частью племени, частью семьи. Понятие семьи в этих племенах бывает очень сложное, это вообще отдельная тема. Пойнт в том, что момент преобразования еды из сырой в приготовленную, это в общем случае магический, волшебный момент, который обладает способностью воздействовать на семью, на племя. И совершенно не все равно, кто это делает, как он это делает и с какими мыслями он это делает. Откуда дикие племена знают, что это имеет какое-то значение? Хороший вопрос. Они ведь не занимались микрофотографией кристаллов воды, но они откуда-то это знают. Хотя объясняют совершенно другими словами, совершенно другими историями, легендами, мифами, но у них тоже есть свое объяснение для этого. Так вот, в момент, когда вы присоединяетесь к трапезе, к еде, едят то, что принесли из дома и приготовили дома, вы символически становитесь частью семьи, поскольку вы едите приготовленное, а не сырое. Даже если оно только в кавычках приготовленное, например, это яблоки, которые были собраны на даче, и никто их не готовил, но символически они приготовленные. Если бы вы их все вместе собирали с яблони, они были бы символически сырые, но если вас угощают яблоком, принесенным из дома, оно символически приготовленное. И поэтому стоит 20 раз подумать, прежде чем есть что-то из чужих рук. Надо подумать, а вы точно готовы стать хотя бы на время и в небольшой степени частью семьи этого человека, этой женщины конкретно. И даже если вас угощает мужчина, это с большой вероятностью готовила его женщина. Вы точно хотите быть с ним в одной семье? Потому что в этом на самом деле послание. Мы едим приготовленное одной женщиной, означает мы с тобой родственники, мы часть одной семьи. Между прочим, многие примитивные племена не имеют понятия кровных родственников. У них есть просто родственники. Они вообще не знают, как распространяется кровное родство и какими механизмами оно объясняется. Для них это все магия, как и любые болезни. Но тот факт, что они считают это магией, не означает, что они не умеют с этим обращаться, что у них нет большого-большого опыта, как обращаться с этими вещами, с этими понятиями. В нашем мире люди тоже называют все это совершенно разными вещами. Биополя, аура, карма, духи. Может, и нет никаких духов. Может, все объясняется банально электромагнитными волнами, которые излучают там наше тело, мозг и так далее. Может быть, этого достаточно для того, чтобы делать все эти изменения. Например, существует же эффект плацебо. Никто не знает точно, как это работает, но все знают, что оно есть. Настолько знают, что плацебо-тест является обязательной частью теста любого лекарственного средства. Можно так сказать, в кавычках, что плацебо, по сути, это энергетически заряженное нейтральное вещество, которое не обладает никакими собственными особенными свойствами и действует лишь постольку, поскольку люди считают, что оно должно как-то действовать. Ну и если подвести черту, для нас, в общем-то, не тайна, как в целом женщины относятся к мужчинам сегодня в нашем мире, в нашем окружении. Я бы сказал, что нужно быть крайне осторожным в том, чью еду есть, с кем ее есть, в какой обстановке ее есть. По сути, есть можно только в особых, исключительных случаях и принимать только от особых, исключительных людей, про которых вы более или менее уверены в их отношении к вам или к группе, к которой вы относитесь. А во всех остальных случаях заботиться о своей еде, одежде и вообще всем, что относится в сферу приготовленного, а эта сфера в себя включает не только еду и одежду, заботиться об этих сферах лучше самостоятельно. Лично я верю, что это продлит вам жизнь, улучшит здоровье, прибавит уверенности, безопасности и так далее. Хотите верить, хотите нет. Между прочим, в этом же причина, почему не во всем стоит рассчитывать и не во всем можно надеяться на наемную помощь наемных домохозяек, наемную уборку и особенно на наемную готовку. А женщина в семье по-хорошему должна бы вообще понимать, что это честь, почетная обязанность, которой далеко не всем можно доверить и которой нужно относиться крайне ответственно. Так что, если ваша жена или подруга раздражается от домашней работы, от стирки, готовки, это, скажем так, очень красный флаг. С вероятностью 99% этой женщине просто нельзя доверять, заботиться о своих вещах, идее и так далее. Просто нельзя. А если вы сами беретесь готовить для себя, для своего ребенка, ухаживая за его одеждой, тут уже вам надо очень хорошо понимать, что вы делаете, какая у этого символическая нагрузка и какие последствия это может иметь. И нужно очень тщательно следить за своим состоянием. Например, категорически не готовить в раздраженном состоянии или разозлившись. На этом желаю вам потреблять только то, что было сделано с величайшей заботой, любовью, уважением. Удачи! А, пироги-то на дорожку забыл. Да, а с чем пироги-то? А с сюрпризом. Субтитры сделал DimaTorzok